Приветствую вас, уважаемые читатели книг бумажных и электронных. Продолжаем разговор о тех книгах, которые рассказывают нам об историках XVIII века, ее последней трети. Последняя треть XVIII века была очень важным периодом для формирования русскоисторической науки, этой эпохой правления императрицы Екатерины II, которая вошла на престол в 1762 году. Это была очень интересная эпоха, в том смысле, что создалась новая атмосфера, в том числе духовная, очень важная культурная ситуация, для того, чтобы появился интерес в русском обществе, в образованном обществе к истории, их занятие этой историей, а не просто ее чтение. В 1762 году появился знаменитый манифест о вольности дворянства, который освободил дворян от обязательной, долговременной государственной службы. То есть они имели право уйти в отставку и жить по своему усмотрению, в своих поместьях, на основе театра, писать стихи, или просто пьянствовать, или ничего не делать. Конечно, немногие поступали таким образом. Во-первых, не у всех были средства, чтобы жить только на свои доходы. Во-вторых, все-таки общественное мнение было в том, что дворянин должен служить на государственной или военной службе. Поэтому дворян, которые совсем ничего не делали, предаваясь безделью в поместях, было не так много. Но тем не менее, те дворяне, которые могли сознательно выбрать какую-то не государственную деятельность, а культурную, имели для этого полную возможность. Потому что если мы вспомним Василия Никитича Татищева, который мечтал завершить свою историю, он никак не мог избавиться от этой службы до последних лет жизни. То есть у него не было досуга. А досуг – важнейшая вещь для формирования умственных интересов и для самореализации человека. Если ему служба не подходит для этой самореализации, если он не собирается завоевать военную карьеру или завоевать военную славу. И вот после указа о вольности дворянства, в эпоху Екатерины, который называют «золотым веком дворянства», появились для этого условия. Дворяне могли этим заниматься. Кроме того, в России в это время уже очень интенсивно происходил перевод литературных произведений, которые выходили на Западе. Во многих типографиях они печатались. Переводились как французские, английские авторы, европейские. Широко читали уже античных авторов в оригинале и в переводе. То есть появилась образованная публика, у которой был свой досуг, свое понимание. И которые хотели заниматься историей. Причем это было не только дворяне. Дворянство, естественно, было элитой в тот момент, у которых были наибольшие возможности для самореализации. Но, тем не менее, были люди из купеческого сословия и даже из крестьян, которые тоже, в меру своих возможностей, занимались историческими изысканиями. Кстати, спектр тем, которые разрабатывала историческая наука, тоже расширился. В это время появились первые труды, посвященные, например, промышленности, истории промышленности. Подавились работы, посвященные отдельным регионам. То есть это было в каком-то смысле 18 век был началом отечественного краеведения. Поэтому, ну, естественно, историческая наука была важнейшим компонентом формирования в том числе и сознания политического, общественного и имиджа страны в глазах Европы. А Екатерина об этом могла понимать как никто. Будучи сама немецкого происхождения, сама знавшая, что такое Европа, и ставшая русской патриоткой, она старалась, чтобы и образ России, и ее имидж в глазах Европы был наиболее благоприятным. А для этого и она очень умело применяла различные акции, пиар-акции, как вы сейчас сказали, в чем числе, связанные с литераторами. 18 век был эпохой, когда литераторы, философы стали королями общественного мнения, их слушали, перед ним даже заискивали, даже и вельможи. Екатерина, как раз, навела большую переписку с просветителями, особенно с Вольтером. Вот, кстати, Вольтера еще бы провели не за это и попытались использовать для усиления позитивного образа России. Вольтер написал в свое время историю Карла XII, шведского короля, очень известного персонажа начала 18 века, и ему российское правительство предложило написать историю Петра I, который, собственно, победил этого самого Карла XII. Вольтер, разумеется, не знал русского языка и не собирался его учить, потому что он был уже в преклонных годах. Вот, он не собирался приезжать в Россию, о чем он вежливо уведомил. Он согласился писать эту историю, находясь у себя. И ему поставляли материалы. Эти материалы, документальные копии, отправляли ему, и изготовлением этих, и подбором источников занимались, в том числе Миллер и Ломоносов, о которых я уже упомянул. Вольтер написал эту историю, но вот, нельзя сказать, что она сильно понравилась нашим правящим кругам, потому что Вольтер ее писал со своей точки зрения, с точки зрения французского философа-просветителя, что не во всех параметрах устраивала власть придержащих в России. Историческую науку она в России не продвинула, и сам этот труд был переведен, насколько я знаю, только в 21 веке, на русский язык. Он был малоизвестен, хотя интересен, как взгляд выдающегося французского мыслителя, на эту фигуру, который, кстати, относился с большим уважением. Петра ставил очень высоко, как лидера, который своей мыслью, разумом, просвещенного монарха, преобразовывал в дикие просторы огромной страны. Но это, если говорить об иностранном. Естественно, но это была эпоха, когда и русские люди своей историей стали заниматься очень активно. И тут надо отметить значение Московского университета. Дело в том, что я уже говорил, что Петербургский университет, как считается, появился в 1700, одновременно с Академией в 20-х годах. Но он не имел такого славы, какой получил муниципалитет Московский. Потому что он, во-первых, появился не в столице, он появился в Москве. И был подчинен не Академии, которые раздирали постоянно сегисповые склоки, он был подчинен Сенату. То есть он получил определенные зависимости, поскольку он находился немножко далеко от власть придержащих, то именно Московский университет в массовом сознании стал, в каком-то смысле, первым российским университетом. Именно с ним связано понятие Татьяниного дня, ну вот, как дня студенчества. Именно с Московским университетом связывают имя Ломоносова, как одного из его основателей. Именно здесь появился свой гимназий. И тут началась подготовка среди дворянства людей, которые потом создавали славу русской литературе и науке в том числе. Например, Михаил Фанвизин. Денис Иванович Фанвизин, знаменитый русский драматург, учился как раз при гимназии Московского университета. А что касается Академии, то она в историческую науку в это время уже незначительный вклад вносила, потому что Миллер, о котором я говорил, историк, который решил покинуть Петербург в правлении Екатерины и перехал на жительство в Москву. Ей возглавил архив, например, исторический министерк коллеги иностранных дел. И после этого в Академии фактически не оказалось историков, которые бы работали. Зачахло издание специального журнала ежемесячных сочинений. И оно потом впоследствии возобновилось уже в конце века под названием «Новые ежемесячные сочинения». Однако, поскольку академики не очень стремились заполнять эти журналы историческими своими работами, то в нем появляются работы неопубликованные Миллера. Который работник был настоящий, историк он был настоящий. А Миллер благополучно жил в Москве, это были самые лучшие его годы, где уже без всех этих дрязг, от которых он сильно устал, писал многочисленные работы, занимался системизацией архивов, готовил учеников. Таким образом, ведь в эпоху Екатерины развернулась еще и публикация источников. Важнейшая вещь для историка нужно иметь под рукой ну не рукопись, а рукопись ведь уникальна, до нее не всегда можно добраться, и она не всегда легко читается. Нужно, чтобы были печатные версии источников, то есть летописи, каких-то актов, житий, синодиков, вот этих всех огромного количества древнерусских памятников, которые были разрозненно раскиданы по различным монастырским библиотекам на государственном пространстве. Так вот, энтузиасты, любители, знатоки извлекали их и готовили к печати. На том уровне, как это делали в XVIII веке, может быть не очень совершенным, но делались эти источники, написанные средневековыми русскими авторами, становились доступными для любителей и специалистов, которые занимались историей. И тут надо заметить, что у нас даже появилось в эпоху Екатерины первое, если можно сказать, источниковедческое периодическое издание, которое называлось «Древняя российская Вифлеофика». Но Вифлеофика в смысле библиотека, так произносилась на греческий манер. Ее издавал Николай Новиков, выдающийся русский издатель, журналист, публицист, который изменит именно как издатель, как один дядь российского масонства, как просветитель. Он же, кстати, внес некоторый вклад в разработку вопроса в историографии, потому что он выпустил в 1772 году книгу, которая называлась «Опыт исторического словаря о российских писателях». Писателях, то есть вообще лидер, занимавшихся писанием чего-либо, в том числе и летописи, исторических трудов. И в этом словаре есть и Нестор, и ряд других церковных авторов, которых можно зачислить, историков России, средневековой России. Вот. Ну, тут надо заметить такой нюанс, касающий историков 18-го века. Конечно, они гораздо менее известны, чем, скажем, историки века 19-го. Они, эти авторы, это Щербатов, это Болтин, были забыты уже к середине 19-го века, их труды не переиздавались или считались уже сильно устаревшими. Не повезло им и в 20-м веке, потому что, скажем, в 20-м эпоху, советскую эпоху, издавали очень хорошо Василия Осиповича Ключевского, историка 19-го века. Издали огромный труд Сергея Михайловича Славьева, тоже историка 19-го века. А вот историков 18-го века труды особо не переиздавались, имеют в виду Щербатов и Болтина, потому что, опять же, считались сильно устаревшими и уже немало годными для использования. Да и под взглядом они, особенно для советской власти, были не очень приемлемы. Вот. Ну, и тут сейчас, в наше время, они гораздо более доступны, потому что есть интернет, и можно не скачать, например, электронные версии вот тех самых книг, которые они выпускали еще в эпоху Екатерины, или их более позднее переиздание, скажем, начало 20-го века. Вот. Ну, для того, чтобы узнать об этих историках, приходится использовать труды, например, вот Сергей Соловьев, которого я уже помню, Сергей Михайлович Соловьев, который был выдающимся историком 19-го века, написал работу, которая называется «Писатели русской истории 18-го века». Вот она входит в 16-й том его сочинений. Здесь он и дает обзор тех людей, которые занимаются исторической наукой, в том числе здесь и Ломоносов, и Михаил Чербатов, и более ранее Татищев. Вот. большое внимание историкам 20-го, вернее, 18-го века уделял Василий Васильевич Ключевский. У него есть целый курс лекций по русской историографии, в котором как раз рассказаться об историках именно 18-го века он разбавил. Кроме того, он написал ряд отдельных работ, посвященных персоналам, например, Ивану Никитичу Боккину. Вот. А это было древолюционно. В начале, уже на рубеже веков, 19-го, 20-го, вышла работа Павла Милюкова, в которой тоже историки 18-го века очень ярко, выпукло, охарактеризованы. Вот. На мой взгляд, замечательная книга Николая Робинштейна, который вышел в 1940-м году, уже был советский период, где он взвешенно, академично, подробно характеризует историков 18-го века без этих перекосов, без глупых ярлыков типа норманист-антинорманист, враг России, не враг России. Но, к сожалению, такой сбалансированности не выдерживали многие способия другого времени. А еще в советское время сказалось вот какой момент. Советская идеология строилась на том, что значит, высшее достижение научной мысли это марксизм лениней, это революционная идеология переустройства мира. И она, эта идеология, давала установку искать в предшествующих веках предшественников марксизма, тех людей, которые как бы строили мост, лесенку или фундамент для будущих озарений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и так далее. Поэтому, естественно, что дворянские историки Щербатов, Болтин не могли быть фундаментом для развития марксистских идей. Они искали в 18 веке людей, которые имели хотя бы какой-то более радикальный подход, критический к самодержанию, хотя бы немного который можно было объявить революционерами. И такими людьми, которых можно было объявить предтечами революционного движения в России, были Николай Новиков, который я уже упомянул, и Александр Радищев. Это, несомненно, выдающиеся фигуры русской культуры 18 века, на этот счет нет никаких сомнений, но вот из-за того, что они считались идеологически правильными, хотя, конечно, они не достигали высот мышления классиков 20 века, но все-таки они были предтечами, поэтому их значение иногда раздувалось чересчур в ущерб многим другим фигурам. И, например, если мы возьмем скажем, некоторые вот по-сказому очерке истории исторической науки 50-х годов, то тут и в более поздних целых главах посвящена историческим взглядам Александра Радищева. Хотя Радищев, Александр Николаевич, выдающийся публицист и наследитель 18 века, никаких специальных исторических трудов фактически не писал, то есть он занимался скорее публицистикой политической, чем историей. Хотя, конечно, у любого автора можно найти, даже у профессора Ботанек, если очень хочется, найти можно какие-то рассуждения касающие истории. И вот эти рассуждения канонизировались как образец революционной мысли. И здесь вот мы возьмем книгу Виллерицкого, которая называется «Революционная историческая мысль России», то первая глава это изумится Александр Радищев, дальше тут декабристы и так далее. Радищев уже завершается книга Александра Шапира на Тарусской историографии до 18-х. Вот последняя глава здесь, разумеется, Радищев. Но такой несколько избалансированный подход приводил отчасти к тому, что историки, другие историки, которых обзывали консерваторами, монархистами, апологетами крепостничества, они находились в некоторой тени. Но это, в общем, сказать, что они совсем были забыты все-таки нельзя. Вот тут надо отметить трилогию. Трилогия Сергея Леонидовича Пештича, замечательного специалиста по русской историографии 17-го века, который выпустил три книги. И в этих книгах он уже дает четкую картину развития русской исторической мысли, подробную научную картину, где, конечно, не забывает никого из историков 18-го века, и дает им хорошие развернутые научные характеристики. Ну а уже в постсоветский период, естественно, что к историкам стали относиться уже более взвешенно и даже стали переиздавать их некоторые труды в последние 30 лет. Хотя споры, конечно, вокруг наследия не прекращаются. Да, они и не должны прекращаться, потому что история, как и всякая наука, это вечный спор. Если же говорить о Миллере, который закончил свои дни в Москве, он как бы передал свою эстафету следующему русскому историку, уже русскому в прямом смысле слова, по своей этнической принадлежности в том числе, это Михаил Михайлович Щербатов. Дело в том, что Екатерина тоже задумалась о том, кто бы должен был написать русскую историю. Эта проблема продолжала оставаться, истории все еще не было, потому что та история, которую написал Татищев на научном уровне все-таки выглядела слишком архаично для конца XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов написал литературный этюд, можно сказать, только от древней русской периоды, до XI века, не более того, который тоже устаревал и научно, и литературно к этому моменту. Миллер, на котором подняли такой крик в сети XVIII века, больше не замахивался на общую историю, он разрабатывал многие частые вопросы. И вот, наконец, когда Екатерина обратилась к Миллеру с предложением написать историю или продолжить Татищева, например, которую Миллер и издал, именно в эпоху Екатерины вышел труп Татищева, пусть и не полностью, то Миллер, сославшись на то, что он уже человек пожилой, в годах, предложил в частности человек, который может сделать это дело, Михаила Михайловича Чербатова. Он знал Чербатова потому, что с ним работал вместе над выпуском памятника. Вот Миллер как раз редактировал журнал ежемесячных сочинений, а Чербатов в нем участвовал. Он участвовал в журнале Новикова, который издавал русскую Вифлевнику. Вообще, почему Чербатов этим занялся? Дело в том, что это редкий случай, когда среди русских историй оказывается очень знатный человек. Князь из старинного рода, восходящего к святому Михаилу Черниговскому, погибшему в 13 веке. То есть, состоятельная очень семья из Ярославского края, где у него было поместье. Человек очень образованный, получивший превосходное домашнее образование, служивший, но не желавший делать слишком военную карьеру заниматься, он вышел в отставку, вот как только появился указ о собольности дворянства, он еще был молодым человеком, и он вышел в отставку. Потом он служил, он служил уже подставской службе, возглав камер-коллегию, он был очень активным политическим человеком. Это проявилось в том, что, например, он был депутатом знаменитой вложенной комиссии 1767 года, где обсуждались вопросы государственного устройства России, он был депутатом от Ярославского дворянства, и очень ярко там выступал с развернкой программы, как России надо, какие законодательства нужно применять. Правда, из этих рассуждений ничего не вышло, комиссия не пришла никаким выводом, она была потом распущена. Щерватов хотел бы, конечно, активно участвовать в политической жизни России, может быть, играть крупную политическую роль, но так получилось, что Екатерина его держала в основном на вторых ролях, потому что у него в части были немного другие люди. История она ему позволила писать и даже назначила историографом, то есть дала ему официальный титул, разрешила ему пользоваться архивами, допуском в хранилищей библиотеке, для этого тоже нужно было государственное разрешение, и историю позволила писать, а вот до государственной деятельности его не допустило, поэтому Щербатов несколько обиженный вот этой отстраненностью проявил себя ярко в публицистических произведениях эти произведения фактически не были пущены в печать, потому что они были очень остры и резко критичны по отношению к режиму, который был при Екатерине достаточно критичный, потому что он ни в коем случае не был революционером. Нет, он наоборот очень отрицательно относился к крестьянским восстаниям, и вообще считал, что подлый народ, как он называл, подлый не в смысле ругательства, в смысле подлого, низкое сословие. Подлый народ не должен рассуждать, ибо это опасно для дворянского государства. Если подлый народ просветится и будет сравнивать тягости своих налогов с пышностью государя, или, может, не зная нужды государства и пользы пышности, тогда он будет роптать, на налоги произойдет бунт. То есть мысль очень-то такая разумная, потому что любой государственный находится в налогах, а пышность и роскошь тоже определенные имиджевые вещи, которые строятся, например, огромных дворцов, которые, в сути зрения не крестьянина, обремительно ни к чему, но для государства это бывает очень нужно. Хотя, разумеется, тут часто и личные амбиции власть придержащих. И вот Щербатов эту публицистику очень жесткую, за что его, кстати, и в советское время уважали, вот этот критический подход, вот уважали, но она не была напечатана, она оставалась в архивах многочисленного его произведения, вот, публицистического подхода, очень астрактуальный, ну вот, а вот, что касается истории, то историей Щербатов занялся плотно. Причем, как вышел-то? Вот, многие люди собирались писать историю, они все собирались и собирались, им что-то мешало, или какие-то обстоятельства. Бывает, что они уходили из жизни, не успев там сделать там свою работу. А вот Щербатов наконец взялся за него как следует и ее осуществил. Причем, очень быстро он ее осуществил, уже в 1770 году значит, появился первый тон из печати, и главное, он не только ее написал, он ее напечатал, то есть, как я уже говорил, некоторые труды достаточно интересные 18 века, так и пролежали в рукописях. Вот, кстати, хороший пример, Щербатов, издавая документацию с, значит, узкой историографией, в частности, получил от Екатерины право разбирать бумаги Петра Великого. И он нашел вот историю, историю Свейской войны, то есть, вот обозрение, написанное тогда, с участием Петра. И она была тоже не напечатана, вот уже на протяжении там полувека. И, наконец, она была напечатана вот в правлении Екатерины, заслугами, в том числе, Щербатова. И уже говорил, вот заслуга историк 18 века, что они начали усиленно публиковать источники, материал для работы историка. И вот он начал писать историю, причем взялся он за нее, не имея настоящей подготовки, какой-то академической, он не кончал высших учебных заведений в Европе, но, ходи у него, говорю, было блестящее образование. Специальной историографической подготовки у него не было. У него только была горячая любовь к истории и умение работать. Умение работать это у него. Поэтому, когда он выпустил первые тома, посвященные Древней Руси, на него оброшилась критика за его многочисленные промахи, неумения, но Щербатов признавал многие свои ошибки и продолжал упорно работать. Фактически, за 20 лет он выпустил историю, которая в 7 томах, но в 15 книгах. В 15 книгах. То есть, каждый том, некоторые тома еще делились на отдельные подразделения. И вот это огромное 15-томное произведение он успел написать и, в общем, последний том вышел уже после его смерти. Он успел довести историю России до начала 17 века. Вероятно, он хотел довести до Петра I, эпохой которой он, конечно, интересовался. Не мог не интересоваться. Но, опять же, времени у него не хватило на такую гигантскую работу, потому что он в каком смысле тоже был первым. Первым, потому что историю вот такую, ну вот, прагматическую, то есть, это не собрание источников, не, в какой-то смысле, свод летописных текстов, который сделан был такищем, а это вот история в буквальном уже смысле. То есть, история, опирающаяся на источники, где автор излагает свой взгляд на происходящее историческое событие и пытается их трактовать. История вышла, нельзя сказать, что она произвела положительные впечатления на публику. Екатерина читала эту историю, кстати, Екатерина ведь сама занималась историей, она написала ряд произведений, записки о российской истории, многочастевые, были напечатаны, кстати, без ее правды имени, но знающие люди понимали, кто автор этих произведений, они еще были переведены на иностранные языки, Дело в том, что Екатерина, тут неважно, какой вклад она внесла, и внесла ли она большой вклад в разработку исторической истории, показывая, что императрица, сама императрица занимается историческими трудами, занимается литературой, Екатерина этим показывала, что этот труд не позорен, а почетен, что заниматься такими делами для дворянина достойно. Она действительно очень любила заниматься литературой, даже себя иронически называла графоманкой, который каждый день держит руки пером. И этот пример был замечательный, после этого поняли, что можно не только махать шпагой или заседать в сенатах, а вот можно заниматься в том числе литературой и историческими трудами. Ну и князь Щербатов, уже как знатный человек, занимавший историю, тоже показывал этим примером. И вот история написанная Щербатом показалась тяжеловатой по языку, хаотичной по фактуре. Были там проблески, там были ошибки многочисленные, хотя он пытался писать в соответствии с духом времени. Он читал очень много западных авторов, английских и французских историков и философов. И пытался эти идеи, взятые из европейской литературы, перенести, применить. Но у него получилось это не очень по оценкам специалистов. И история его действительно не получила большого читательства успеха. Но она сыграла определенную роль, разумеется, в том развитии истории, потому что наконец-то обзорная сводная история для русского читателя, огромная, обширная, появилась. пусть доведенная хотя бы до начала 17 века. Часто историки дальше 17 века не продвигались, это, кстати, и Карамзин, писавший позднее, может быть, именно потому, что там начиналась эпоха Романовых, а трогать эпоху Романовых было достаточно опасным сюжетом, и старались... Да и вообще изучать эпоху Сундунов-Лени было нелегко, а там было много источников и много противоречивых версий. И часто завершали именно на начале 17 века. Тем не менее, Щербатов первоначально действительно, наверное, хотел углубиться в 18 век, даже не дописав до него свою историю, можно сказать, что он занимался 18 века очень много в своих публицистических работах, ведь 18 век был его почти современностью. Петр был очень близок, ведь он умер всего-то за какие-нибудь лет 10 до рождения самого Щербатова, это была эпоха, в которой он сам жил, которую он очень понимал, и это было его актуальным временем. И поэтому, если бы мы, взяв историю Щербатова, присоединили к ним как дополнение его публицистические работы, то получилось было такое продолжение, посвященное как раз уже 18 веку. К Петру Щербатов относился достаточно уважительно, но среди его памфлетов один из самых знаменитых назывался «Повреждение нравов России», который никогда не мог быть напечатан в эпоху самодержавия в России, но появился впервые за границей. Его напечатал Герцин Александр Иванович кстати, в одной книге с произведением Радищева путешествия из Петербурга в Москву в 1858 году. Потому что Радищев в своем произведении «Повреждение нравов России» писал о падении моральных устоев и принципов, и стремлении благих нравов, но вот который он считал, что концепция повреждения нравов, упадка их, она еще у древних времен была большой части. И здесь он тоже пишет, что как всегда вздыхает о брежных временах, когда нравы были более достойны, мужественны, суровы, а сейчас все погрязли в роскоши. История после Петра это история отправления пороков, излишек в пищи и одежде, которые воспитывали стремлений к роскоши, корыстолюбию, лести. Там еще обладают беспощадные характеристики, причем не каких-то отдельных частных лиц, а именно первых лиц государства. Анна Ивановна, императрица от природы, нрава была грубого, который не был смягчен воспитанием. Бирон, человек одаренный здравым рассудком, но без малейшего просвещения, горд, золк, кровожаренный и премьерный злодей. Изэль Петровна, женщина отменной красоты, набожная, добрая, но без образования. Веселая нравом, все искала веселье и чувствуя свою красоту, всегда старался ее умножить. Была ленива, роскошна, любострастна. Эта оценка вот и закрепилась впоследствии в историографии, хотя вот, как я уже говорил, ряд историков ее стараются пересмотреть в наше время. Петр Третий, человек с добрым сердцем, но без разума и нравов. Екатерина Вторая великодушно, сострадательная и трудолюбива, к словолюбию. Но, однако, даже когда ее головы покрылись едыми, не уменьшилось ее любострасти. Это он имел в виду ее фаворитов. То есть, текст совершенно невозможный для опубликования в эпоху Екатерина. Ну вот, тем не менее, в советское время этот текст был переиздан тоже. Находило в 1983 году такое фоксимильное издание, которое повторило фотографическим способом издание Герцена, объединяющее работу Щербатова и работу Радищева. Ну вот, ну а в наше время, в 1910 году появилась книга довольно увесистый том, в котором собраны работы Михаила Щербатова, разные, более малые сочинения, тут и записка по христианскому вопросу, и проект о народном изучении, и различного письма, и даже такая работа как рассмотрение о пороках в самовласти Петра Великого. То есть, и Петру Первому тоже досталось. Ну и здесь, разумеется, в подключенные знаменитые произведения о повреждении нравов в России. И Милюков Павел Николаевич, который, значит, написал книгу об русской историографии, об идеях русской историографии, которая вышла как раз на рубеже 19-го зазовиков, так оценил значение работы Щербатова. Введение в исторический розыск архивного материала, все более и более обильного, дала история Щербатова исключительное положение среди исторических трудов прошлого столетия, он и был 18-го столетия. Это был уже не сводный текст летописи, как российская Тория Татищева, не литературное произведение на мотивы русской истории Ломоносова, его последователей, не учебная книга по русской истории, как краткий летописец Ломоносова, или Ядро Манкиева. Это был первый опыт связанного и полного прагматического изложения русской истории, основанной на всех главнейших источниках, сохранившихся от нашего прошлого. Он оставался единственным опытом, вплоть до Карамзина, до 20-х годов 19-го века. А чем обязан Карамзин Щербатову, это будет видно из дальнейшего изложения. У современников история Щербатова, однако, приобрела дурную репутацию. Ее считали сухой и скучной, и, конечно, была написана не для большой публики. Ее считали некритичной и полной ошибкой. Да, один из самых жестких критиков этой истории был Иван Никитич Болтин в современнии к Щербатова, который вступил с ним в жесткую полемику. Но, опять же, если завершить вопрос о Щербатове, надо заметить, что Щербатов все-таки историю написал, а Иван Никитич Болтин вот эту связанную систематическую историю написать не смог. Ну, по ряду причин. И вовсе не потому, что он не мог бы это сделать. Иван Никитич Болтин тоже очень интересная фигура. Он тоже не был профессиональным историком, академически. Он тоже находился на службе, правда, не на военной, опять же, хотя получил звание генерал-майора, был генерал-майором, был почти ровесник Щербатова, хотя не такой знатный человек, но был очень состоятельный помещик. Был близок Потемки, ну, с которым был сослуживец, что помогло ему в служебных делах. Возглав работал по линии таможни, помогал Потемкину, а Потемкин в свою очередь помог ему в издании его трудов. Иван Никитич Болдин был представителем того просвещенного дворянства, которое интересуется историей. Ну, просто для души интересуется, для своих умственных интересов, а не занимается, скажем, писанием статей или добыванием учебных степеней, которых он особенно не нуждался. Но он своим прилежанием, своим усердием, своим искренним энтузиазмом стал очень глубоким знатоком российских древностей. Он читал издаваемые источники, он сам находил различные старинные документы в библиотеках, приобретал их. Коллекционирование вот этих старинных манускриптов в эпоху Екатерины приобрело большой размах. Особенно знаменит коллекционер Мусин Пушкин, которому мы обязаны публикации слова о полку Игорь Знаменитого. Ну и Болдин был участником вот этих журналов, он был членом Российской Академии. Это не та Академия наук, которая появилась по указу Петра Первого, а это Российская Академия, которая появилась в эпоху Екатерины и президентом которой была Екатерина Романовна Дашпак. Она, в общем, возглавляла обе Академии. Так вот, это была Академия гуманитарная, она была заниматься вопросами словесности, так сказать, и вот Иван Никитич Болдин был членом Академии вместе с великим поэтом Гаврилом Романовичем Держаевым. Поэтому вот в этой книге посвященной Российской Академии написанной Сергеем Некрасовым, вот, а в Иване Болдине есть целая глава, которая называется «История писателя». Ну, так называли в той ремне историков. Пишущий историк. Иван Никитич Болдин, собирая свои материалы и становясь на таком, не находил все-таки времени за своими служебными обязанностями и другими, чтобы вот это свои богатства познания как-то излить. Он действительно очень едко, жестко критиковал Щербатова за ошибки, поскольку квалификация Щербатова особенно первоначально была гораздо ниже, чем у Болдина. Но может быть все запасы эрудиции Болтина так бы и пропали вместе с ним, остались только в каких-то мелких заметках или рассуждениях того времени, если бы не случилась акция на Западе, которую посчитали уроном имиджу России. Во Франции появилась история Леклерка. Это был французский писатель, медик по своему образованию, который 10 лет служил в России. Был медиком при Кириле Розумовском в сайте президенте Академии наук. Вообще был близ в том числе к двору. Его знал Щербатов, который ему помогал в добывании некоторых документов. Дело в том, что Леклерк решил написать историю России. Опять же, не будучи профессиональным историком, но поскольку он жил в России, то ощущал, что это вполне возможно для него. К России появился интерес. Россия активно участвовала в различных политических обстоятельствах России, международных, военных и так далее. Интерес к тому, что такое Россия был велик. Леклерк решил написать историю, многотомную историю. И он ее написал. Первый том вышел в 1783 году. Естественно, на французском языке ее не переводили на русский. С ней познакомились образованные люди, в том числе Иван Никитич и Болкин. И он пришел в возмущение, в гнев, написал заметки критические, жесткие, где разобрал эту историю, обвинив ее в безграмотности и бестолковости. А Григорий Потемкин, его знакомец, помог ему, предложил Екатерину напечатать эти заметки. А Екатерина очень трепетно относилась к такими вещам, которые могут порушить имя Российской империи. И она согласилась напечатать вот эти заметки. И они появились. Этот труд тоже не переиздавался. Но вот в свое время вышел такой сборник. Сейчас он, конечно, доступен в электронном виде. А вот в 1990 году вышел сборник специально предназначенный для студентов исторических факультетов, где были напечатаны фрагменты из работы Болтина. Примечания на историю древней и нынешней России господина Лехлерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. Титул свое обязательно звание указал. Были тут фрагменты. Очень характерно предисловие, которое написал Иван Никитич. Книга, на которую сие примечания мною сделаны, изгнана в Париже в 1724 году под названием «История естественной, нравственной, гражданской, политической, древней и нынешней России. Сочинитель я родом француз, ремеслом врач, многих академий член и прочее». Прежде нежели начал я читать сию книгу. Многими причинами предубежден был в ее пользу, то есть предубежден, в смысле расположен в ее пользу. Десятлетнее пребывание сочинителя в России, коего главное намерение, как он сам говорит, живучи здесь, состояло в том, чтобы собрать все нужные сведения к сочинению истории российской. И в чем он, по его словам, получил совершенный успех. Знаниями, способностями, каковых должен учаять по членству его во многих академиях. Сильные его украшения об истинной, беспристрастной, совершенном знании, предлагаемым огромного предмета и многообразующим к титулу сочинений, и, наконец, типографическим украшениям он ее сопровождающий. Но по прочтению нескольких страниц разрушилось во вне сие приятное предубеждение, возбужденное любопытством в охоту чтению. Ложь и клевета, с коими сочинитель злосует вообще о России, пристрастие, коим переначивает он для наиболее известной наглости, с которой решительно говорит о вещах совершенно ему неизвестных, нелепость рассуждений, пустота доводов, бесчисленных и грубых во всех родах ошибки. Ну вот, заставили меня изменить мнение на противное и по-разному о сочинении. То есть, очень саркастически характеризует Болтин этого сочинителя и дальше подробно по пунктам разбирает его сочинение, нанося мощные критические удары по невежеству французского автора. Впоследствии Иван Никитич напечатал еще ряд полемических трудов, то есть, он, например, написал критику на Михаила Щербатова и даже Щербатов ему отвечал, Болтин еще раз высказал свои. То есть, это пример очень интересной такой уже научной полемики, которая еще бывала уже, скажем, у Ломоносова с Миллером, но тут уже такая многосторонняя длинная полемика двух историков, придерживающих разного взгляда. Иван Никитич Болтин тоже умер, они с Щербатом жили в одно время и умерли примерно в одно время, к сожалению, Болтин не смог написать опрошенные истории своей, где бы подробно и системно изложил свои взгляды на этот предмет. Мы и так и получили от него в наследство вот эти примечания. Примечания написаны как бы на полях чужих сочинений, на полях сочинения француза Клиака, на полях сочинения Михаила Щербатова, и хотя квалификация Болтина действительно велика. Вот так получилось, что он свои связанные истории не создал. Но надо учесть, что Болтина высокочетили ряд последователей, например, Василий Осипович Ключевский своим, значит, кроме того, что он подробно говорит о Болтине в своих лекциях по историографии, посвятил ему отдельную статью, где та же, очень высоко и красочно говорит об этом интересном очень русском историке, дилетанте эпохи Екатерины Второй. Эти люди, вообще эпоха Екатерины Второй, она привела к тому, что пространство исторической науки в России уже вполне стало сформированным. Историков становилось все больше. Не всегда они были профессионалами, дилетантами, но источники печатались, статьи, появились научные журналы. Ведь Николай Новиков не зря не случайно ему придается такое большое значение. Вот, например, если мы возьмем историю русской журналистики 18 века Павла Беркова, то здесь один из самых упоминаемых людей это как раз Николай Новиков с его многочисленными журналами, в которых историческая тематика на уровне материалов постоянно присутствует. Или, опять же, вот Александр Западов, написавший историю русской журналистики 18 века позднее, тоже о Новикове говорит очень подробно и уважительно. Вот тот же Александр Западов потом написал биографию Новикова, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Хотя, опять же, ведь важно было не только писать историю, но и публиковать источники. Хотя понятно, что стандарты публикации того времени были отличны от того, что было позднее, но уже тогда понимали, и вот, скажем, и Щербатов, и Миллер, что источники надо печатать, публиковать по возможности близко к оригиналу, так как они были написаны, а не справлять на современную орфографию, публиковать полностью и даже те непонятные места, которые есть, воспроизводить по возможности. И благодаря этому мы получили, например, слово «Полг Угарин», напечатанное кружком Мусина-Пушкина, вот, там до сих пор есть и многие темные места, о которых ведется полемика, потому что публикаторы старались текст воспроизвести как можно более точно. И в этом же XVIII веке журналистом, значит, очень важным для развития русской культуры был молодой Николай Карамзин, который еще был только журналистом, публицистом, очень успешным, но который взял вот это знамя историографии, подхватил ее уже в начале XIX века про Александр I и стал историком, который продолжил дело Щербатова и Болтина. И наконец дал ту историю, которую стала читать публика. Спасибо всем, кто дослушал до конца.